Здравствуйте, с вами дежурная по городу Анна Водоватова. Вместе со мной на вахту заступили оператор Сергей Пьянков и водитель Прохор Осипов. О обязанности дежурной машины у нас нынче исполняет комфортабельный автомобиль Лифан Солана от компании Демидыч, что на Ким 75. В ближайшее время рубрика дежурный по городу будет отмечать круглую дату. Десятилетие со дня выхода в эфир. Спросите, каких мы ждем подарков? Ну, за все эти годы лучших подарков, чем ваше сообщение, для нас не было и нет. Но особо мы собираемся отметить самых активных соавторов дежурного по городу. Телезрителей, которые присылают в нашу редакцию свои фото и видеоматериалы. И сегодня обозначаем первых претендентов на подарки от телекомпании Лифей Пермь. Телезрителей, приславших самые интересные и забавные кадры дня за последний месяц. Поехали. Дударева Марина прислала в нашу редакцию инструкцию по использованию елочной гирлянды. Мы, пока ее читали, несколько раз прослезились. От смеха, естественно. Только слово «гирлянда» представлено в этой инструкции в трех интерпретациях. Гирлянба, сурлянба и азрлянба. Ну а то, что с ней нужно делать, вообще непереводимая игра букв. Ну вот, к примеру, убебитесь в том, чмо сурлянба беиствуете. В общем, эту гирлянду и на елку-то можно не вешать. Даже чтение одной инструкции внесет радость и веселье в ваш новогодний вечер. Артем Трегубов прислал нам фотографию вопроса. Все-таки какой это автобус? Тройка или 68-й? Не знаем, но на кадр дня точно тянет. Андрей Семенов прислал нам фотографию афиши, увидев которую он понял, что нынешний год не просто високосный, а супер високосный. Мало того, что будет 29 февраля, но еще и 39 января. Мы тоже об этом не знали. Вот сейчас вместе с вами удивляемся. Сегодня нашими соавторами становятся Юлия Делидова и Денис Боровых. Они категорически опровергают тезис о том, что любовь – морковь, любовь – картофель. Ну или картошка, утверждают они. И в доказательство прислали фотографию чипсины в форме сердечка. Да, действительно, не морковь. Самый настоящий картофель. И, безусловно, кадр дня. Дмитрук Екатерина прислала в нашу редакцию фотографию этикетки от носков. А купила Екатерина носки мусские. Ну, детские для детей, женские для женщин, а мусские, соответственно, для мусин. Фотографию прислала нам Екатерина, которая вышла на балкон и увидела, как на крыше гаража ветер своим сильным дыханием нарисовал сердце. Большое, красивое. Так что гараж под окнами Екатерины к грядущему Дню Святого Валентина уже готов. Итак, встряхнитесь после праздников, шире откройте глаза, посмотрите вокруг. Ведь в том числе и от вас зависит, каким мы увидим город сразу после выходных в понедельник. Точнее, тех сообщений, которые вы передадите в информационно-справочную службу дежурной по городу по телефону 2-630-300. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи.